Прошло. Обычно где-то минут 5 мы 10 это все не держим. Вот на таким движении вытаскивается. Вот видите, у нас получилась сухая форма. Можно протереть ее водой предварительно, прежде чем глину, куда, значит, вминать. Ну, вот видите, у нас получилась такая вот, такой слепость, которая мы можем потом подправить, если где-то на что-то там не выходит. То есть все зависит от того, какой у нас исходный материал по, именно как называют ее мастер-модель. То есть сначала мы делаем украшение, которое нас устраивает. Либо это какое-то украшение детское, либо это может быть какое-то украшение, связанное с традициями в этой семье. Вот, в общем, чтобы это было интересно. Игрушки можно делать самому игроку, солдатиков, куколок, какие-то там какие-то фишечки, может быть, делать, кубики можно сделать играми, все что угодно. Глина позволяет делать все практически. Когда она, значит, сохнет, она уменьшается в размерах. Мы используем то, что глину высыхает, отдают влагу гипсу. Что еще интересно есть? Вообще, материал очень интересный. Это вот одного вида глины, да? Она позволяет читать все рисунки. Вот это вторая глина. Второй вид глины. Он уже более рыхлый. Причем сортов глины очень многие. И у нас, в республике, глина очень неплохая, кстати. Она есть. И вот... Ну, то есть, все зависит от того, где вы можете посмотреть глину, чтобы она была... Видите, она переходит немножко, да, в цвет? Но это нормально. То есть, чтобы она была пластичная, не жестко лепилась. Такого... То есть, можно смешивать разные сорта, чтобы добиться всего-то. Ну, лучше купить какой-нибудь. Так что, у тебя такое. Здоровые подарки себе и близкие. Сделайте здоровый выбор в магазине.